Приступить перед вами. Позвольте рассказать нам о дивном граде Мариинском посаде, в котором мне было счастье жить и работать. Город наш расположен у самой Волги. По Волге до Чебоксара от Мариинского посада всего 30 километров. По автомобильной дороге меньше 50 километров до города Чебоксара, то есть дорога занимает меньше часа. 40-50 минут. Уже сегодня наш город с удовольствием едут туристы. В городе есть что посмотреть. Историческое набережное, мы находимся ниже Чебоксарской ГЭС, она сохранилась. В большинстве своем все старинные особняки стоят, радуют наших гостей и жителей нашего города. Купические дома, конечно, Матушка Волга, Висячий мост, Чудотворная часовня, Государева гора и многое другое. Но нашему городу предстоит еще очень много работы, чтобы увеличить время пребывания и затраты туристов. Сейчас в подавляющем большинстве туристы довольствуются несколькими часами визита и весьма скромными тратами. Мариинский посад пронес в восемь века самое главное сокровище. Это дух купеческого и дух старинного провинциального городка. Здесь, что и дом, то своя история, тайна или загадка. Мы очень трепетно относимся к своей истории и старинным особнякам. У нас есть свой исторический центр, есть свой пешеходный арбат, творческая сцена, замечательный театрализованный музей купеческого и мещанского быта. ЗАГС, художественная галерея тоже находится прямо на набережной в старинных купеческих особняках, недавно прошедших реставрацией. Есть у нас прекрасная набережная с потрясающими венами на Волгу. Вот уж у нас действительно Волгу можно и увидеть, и потрогать, и спуститься к ней, и подойти к ней поближе. Недавно нашу набережную реконструировали. Гости города всегда начинают знакомство с Мариинским посадом именно с прогулки по набережной. Она просто манит и притягивает к себе. И, кстати, здесь же расположены городской пляж и лодочная станция. Летом это, конечно, самое востребованное место отдыха горожан. Есть в городе свой туристический маршрут, и даже не один. Самый популярный идет по улочкам города и проходит через висячий мостик над речкой с сундыркой. По ней можно уже поплавать на байдарках. Здесь же можно прогуляться по лесным тропинкам, попробовать волшебные водицы святого ключа. Загадать желание на часовне, подняться на легендарную Государеву гору, одно из семи чудес Чебаши. Государева гора – это особая точка притяжения. Именно сюда едут туристы, чтобы оставить на память фотографию об этом месте. Именно здесь когда-то, по легенде, Екатерина II также любовалась видами, трапезничая за столом, и потеряла свою маленькую-маленькую ложечку. Не видели сегодня? Нет? Ложечку маленькую такой. До сих пор ищут. Государыня очень гневалась. Я вот думаю, что так и задержалась у нас до сих пор, потому что ждет, когда отыщут. Многие в Чебаши знают, что императрица Екатерина Великая, как и супруга императра Александра II Мария Александровна, урожденная принцессой Гессенская, уже много десятилетий живут в Мариинском посаде. Если не верите, приезжайте и сами в этом убедитесь. У нас есть и старинные православные храмы XVIII века, и Свято-Троицкий собор, и Церковь Казанской иконы Божией Матери. В одном из храмов имеется заброшенный подземный ход. Храмы просторные, светлые, большие, много прихожан. Как раз рядом с одним из наших храмов, близ Свято-Троицкого собора, и находится наш знаменитый, целебный, святой ключ. А также чудотворная часовня, к которой все чаще специально приезжают люди, даже без радости других регионов, за исполнением самого заветного желания. Мы видим будущее своего города туристическим, поэтому мы заблаговременно готовим сопутствующую инфраструктуру. Прокладываем интернет-каналы, строим стадион, готовим проекты очистных сооружений и многое другое. И, конечно, мы планируем строительство новых туристических объектов. Появление причальной стенки позволит нам ежегодно с самых первых дней навигации планово принимать туристические суда и организовывать внутренний поток. В том числе, уже ледвеющиеся в Чувашии Балдае мы тоже могли бы принимать в нашем городе активно. У нас проработан проект строительства горнолыжной базы в деревне Уракова. В Чувашии сейчас нет своей горнолыжной базы, и такая база крайне востребована. Было бы замечательно в непосредственной близости от города Чебоксары такую базу открыть, перепад высот у нас это сделать позволяет. Следующий шаг – реконструкция сталиных домов. Это остановит процесс их разрушения и позволит сформировать на этом месте мини-гостиницу, туристко-информационный центр или каворкинг-центр. Действительно, гостиница на сегодняшний день в городе отсутствует. Есть, правда, гостевой дом, но это, естественно, проблем не решает. В планах – строительство гостиничного комплекса и конгресс-центра, который позволил бы принимать гостей с ночевками, организовывать масштабные массовые мероприятия любого уровня. В Мариинском посаде много историй про подземелья и клады. Есть клады реальные, их уже нашли. Но есть еще истории про скрытые клады, например, о сокровищах Ильяна Пугачева. Мы готовим на почве местных легенд интерактивные квесты. Скоро вы сможете их посетить. Работаем мы над подготовкой новых мест притяжения. Есть идеи по возрождению водяной мельницы, речного маяка, ремесленных мастерских, нового моста через Сундырку под Государевой горой, строительство висячих воздушных тропинок и организация прогулок на байдарках, как по Волге, так и по двум нашим малым рекам. Мы очень хотим увеличить туристический поток и сделаем все, чтобы туристы проводили в Мариинском посаде как можно больше времени, тратили как можно больше своих денег. Мы подарим ему живые эмоции и новый опыт, окружим своим теплотой и вниманием, с душой по-вечески. Стоит лишь раз побывать в Мариинском посаде, чтобы влюбиться в него навсегда. И примеров этому немало. Под очарованием Мариинского посады, как вы видите, попала когда-то императрица Екатерина Великая. Как я уже говорила, здесь у нас навсегда поселилась императрица Мария Александровна, имя которой с 1856 года носит наш небольшой город. Итак, приезжайте, убедитесь в этом сами, повстречайтесь с нашими купчихами и купцами, с нашими мещанами и ремесленниками. Если повезет, повстречайте на набережной одну из государственных императриц. Ждем всех в гости на сеанс очарования. Спасибо. Спасибо. Есть ли какие-нибудь вопросы у нас к Мариинскому посаду или комментарии от экспертов?